Жители Тверской области продолжают верить лжесотрудникам банков. В регионе увеличилось число мошенничеств с пластиковыми картами. О том, как обезопасить себя, разбирался наш корреспондент Наталья Чекет. В МВД России по Тверской области практически каждый день поступает заявление о хищении денег с банковских карт. Часто на удочку мошенников попадаются не только пожилые люди, но и в возрасте от 20 до 45 лет. При звонке с незнакомого номера, якобы от представителя банка, люди теряются и даже зная, что не стоит продолжать разговор, все равно выдают личные данные. За одни сутки в нашем регионе совершается около 19 таких преступлений. Их сумма в среднем составляет от 20 до 30 тысяч рублей. За два месяца 2020 года зарегистрировано 565 фактов хищения денежных средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 300 фактов мошенничества. 2018 год, как мы уже говорили, был 196. Обычно злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. И сообщают о том, что происходит хищение денег с картой. И просят назвать трехзначный код на оборотной стороне карточки. Иногда для антуража злоумышленники очень четко проговаривают всю структуру, скажем так, общения банковских работников. То есть они четко знают фразы, могут назвать предполагаемого потерпевшего по имени отчества. Это легко определить использование любой из уголовных сервисов банковских. Могут сообщить ему даже остаток денежных средств на его счете. Тем самым, скажем так, запутывая потерпевшую. Если поступают подобные звонки или сообщения, сотрудники полиции рекомендуют никак на них не реагировать. Необходимо посмотреть номер телефона на тыльной стороне банковской карты и, позвонив по нему, сообщить о действиях мошенников. А также заблокировать банковскую карту и, посетив отделение банка, сделать ее перевыпуск. Сейчас пластиковыми картами владеют и взрослые дети, предпочитая совершать даже небольшие покупки по безналу. Используя карту в повседневной жизни, необходимо также соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить деньги. При оплате покупок, значит, не нужно показывать данные по карте. Также нужно подключить смс-оповещение по операциям по карте. И в этом случае вы сможете сразу увидеть платеж, который вы не совершали. И при этом оперативно принять меры для того, чтобы заблокировать карту и в дальнейшем оспорить операцию. Как говорят специалисты, банковская карта – это тот же кошелек. Поэтому советуют завести отдельную карточку, на которой будут находиться только те деньги, которые необходимы, чтобы потратить на определенный товар.